Более 150 представителей самого динамичного и мобильного из СМИ, которое даёт возможность получать информацию даже на бегу. В Сочи собрались радийщики из российских регионов. На конференцию прибыли даже делегаты из стран СНГ, Грузии и Латвии, что только подчеркнуло значимость проводимого в Сочи форума для медиа-общества. В первый день конференции запланированы выступления экспертов и панельные дискуссии. Вообще, тематика, проводимая в нынешнем году конференции, отражает наиболее востребованные индустрии темы. Это и эффективное использование актуального отечественного и зарубежного опыта управления радиокомпаниями, и один из главных – адаптация радио к новой экономической ситуации. «Регионально радио сталкивается с тем же проблемой, что и все остальное радио. Но если говорить об этом, то это кризис, потому что радиорынок привык расти, причем расти очень серьезными, очень солидными темпами. В прошлом году этот рост был незначительным, в этом году многие прочат провалы по рекламному рынку». Для Сочи же и Краснодарского края в целом, где успешно функционируют две крупные региональные радиостанции, покрывающие 90% территории Кубани, чем может похвастаться далеко не каждый субъект России, конференция стала очередным крупным событием, о котором, надеются организаторы, участники расскажут в своих эфирах. «За ними стоит профессиональное сообщество, за ними стоят коллективы, и они в определенной мере формируют общественное мнение не только в России, но и в странах ближнего зарубежья о Сочи, новом Сочи, отдыхе в Сочи, поэтому для Сочи это очень важно». Вообще, Сочи стал уже традиционной площадкой для обсуждения самых актуальных тем. Об этом в приветственном к участникам форума «Слове» рассказал глава города Анатолий Пахомов. Событийные, деловой и бизнес-туризм в Сочи сегодня уже встал чуть ли не на одну ступень с экскурсионным. «Без событийных мероприятий, без конференц-мероприятий нам, конечно, не обойтись. Для города конференц-мероприятий, форум – это развитие деловой активности. Мы – город-курорт, город туристический. Для нас очень важно, чтобы в городе были гости». Завтра, во второй день работы форума, запланирован так называемый пресс-ланч. Академики Российской академии радио обсудят развитие этого вида СМИ в ближайшей перспективе. В том числе поговорят о возможных изменениях стандартов вещания, переходе на его цифровой формат.